привет друзья с вами джинлав и в этом седьмом уроке мы с вами выберем и цвет заголовка цвет фона и картинку заголовка и так заходите в панель управления своим сайтом далее наводите на внешний вид и нажимаете настроить загружается далее делаем следующее нажимаем на надпись цвета вот и выбираем цвет заголовка например нажимаем выбрать цвет по автоматически цветами темный да вот темный просто при наведении он закройте зеленым потому что работает как ссылка а так цвет черный по умолчанию например я хочу сделать красным он будет значит красным то есть ей надпись тоже будет красное описание если я хочу сделать и не будет синим то есть вы сами для себя выбирайте цвет который вам больше всего нравится и так я наверно менять цвет этот не буду и оставлю по умолчанию а вы делаете по своему усмотрению нажимаю по умолчанию а вы делаете какой вам нравится и так вы выбираете также здесь смотрите по поводу цвета можно выбирать и яркость света насыщенность допустим красный не просто красная просто очень красный то есть вот так да вот в принципе можно выбрать зеленый на принципе зеленый неплохой или синий ну ладно ставим пока по умолчанию так потом если что поменять в общем вам ясно что цвет вы просто выбираете и все далее нажимаете сохранить теперь цвет фона смотрите о фоне поговорим если вы не планируете загружать картинку на фон а просто хотите чтобы был какой-то однотонный фон до такой допустим желтый или розовый до фон был тогда выбирать цвет фон если вы хотите загрузить картинку за место фона тогда вам фон выбирать сейчас не нужно и вы просто нажимаете по умолчанию и еще если вы допустим хотите чтоб ширина сайта у вас была во всю ширину никол не блоком а вот была ширина просто во все от начала до конца тогда вам тоже цвет фона нет смысла выбирать потому что его не будет видно и так если вы выбираете картинку в будущем за место просто фона то вам сейчас цвет фона не надо выбирать если вы хотите фон тогда просто нажимаете на любой цвет и настраивать какой фон вы себе хотите черный там или еще какой-то вот я выбираю по умолчанию потому что у меня за место фона будет картинка и так нажимаю сохранить так со цветами разобрались теперь идем дальше с заголовком изображение заголовка что такое этого здесь вот у нас будет вверху какая-то картинка так мы можем сделать как узкое можем сделать как широкой нам авторы темы рекомендуют чтоб ширина толщина то есть не толщина ширина была 1400 пикселей а высота 400 пикселей я рекомендую этого придерживаться и выбрать такое изображение или заранее в каком-то фоторедакторе отредактировать чтобы были такие размеры и так я уже подобрал изображение и просто вставлю нажимаю добавить нажимаю загрузить файл нажимаю выбрать и и сейчас выберу то изображение поменяю ему название вы же устанавливаете свое изображение так загружаем изображение нажимаю выбрать и тут я его обрезаю потому что мне все изображение не нужно и я его буду обрезать как я показывал в предыдущем видео ну в принципе сейчас вы видите какие-то дела я просто растягиваю тот светлый участок это как раз та картинка которая будет видна на моем сайте нажимаю обрезать изображение обрезал далее нажимаю сохранить и опубликовать теперь давайте вернемся и посмотрим что у нас получилось возвращаемся на сайт и смотрим что у нас получилось вот так у нас выглядит наш сайт то есть вот таким вот образом серый фон и с таким вот изображением вот такая вот у нас картинка заголовка если что мы можем ее сделать узкой то есть мы можем сделать не такой широкой а допустим узкой давайте я еще раз это продемонстрирую как это сделать например нажимаем на изображение заголовка нажимаем скрыть нажимаем добавить опять выбираем допустим это же изображение в своей библиотеке которые уже загружены картинки нажимаем выбрать и обрезать и допустим обрезаем вот тогда только лица пускай будут так только лиц выбрать и обрезать нажимаем сохранить и у нас уже получается вот такой вот более компактное изображение заголовка в принципе я его так и оставлю пускай такая будет я думаю так покрасивее итак поехали дальше вернусь назад смотрите я советую вам удалять лишние файлы лишние картинки ну которую и не используется нигде например у меня используется только вот это обрезанное узкое изображение вот это не используется я нажимаю и нажимаю удалить нажимаю ок у меня это изображение тоже нигде не используется я нажимаю на него нажимаю удалить ок все то есть я удалил лишние изображение которое нигде не используется и в принципе смотрим далее у нас это видео заканчивается и увидимся в следующем видео где мы продолжим дальше уже с другими вещами работать а с вами был джин лав анатолий быков всем пока